Знакомьтесь, это река Арвандруд и её смело можно назвать нефтяной рекой, ведь она обладает богатыми залежами чёрного золота. Восточный берег этой реки принадлежит Ирану, западный – Ираку. В течение всего 20 века Ирак претендовал на восточный берег, где расположены два крупных порта – Абадан и Хоремшехр. Это, собственно, и привело к Ирано-Иракской войне. Поехали! Причины войны Иран настаивал на том, что граница должна проходить посередине русла реки. Кроме того, там довольно многочисленное арабское население. В 1937 году между Ираном и Ираком был подписан договор, по которому граница переходила по левому иранскому берегу реки. 19 апреля 1969 года Иран, пользуясь внутриполитической нестабильностью в Ираке, в одностороннем порядке вышел из договора. 6 марта 1975 года на конференции ОПЕК в Алжире, шах Ирана Мохаммед Резапих Леви и вице-президент Ирака Саддам Хусейн подписали договор о границе по реке Арвандруд, которая была проведена посередине русла. При этом соглашение 1937 года было окончательно аннулировано. Кроме неопределенности с границей, отношения двух стран осложнялись поддержкой Ираном и Ираком антиправительственных сил друг друга. Ирак потворствовал сепаратизму в иранском Хузестане, Иран же поддерживал курдских боевиков, действовавших на территории Ирака. 13 июня 1975 года оба государства подписали договор о границах и добрососедских отношениях. В феврале 1979 года в Иране произошла Исламская революция, в результате которой власть в стране перешла к революционному совету во главе с Хамейни. В ходе последовавшей революционной чистки армия Ирана была сокращена с 240 до 180 тысяч солдат, и 250 генералов были заменены неопытными командирами младшего звена. В итоге боеспособность иранской армии была значительно снижена. 17 сентября 1980 года Саддам Хусейн формально денонсировал Алжирский договор 1975 года и объявил восточный берег Арвандруды территорией Ирака. Начало войны Общепринятой датой начала войны является 22 сентября 1980 года, когда иракская армия форсировала реку Арвандруд и вторглась в иранскую провинцию Хузестан. Иракская армия наступала на трех участках фронта общей протяженностью около 700 километров – северном, центральном и южном. На севере и в центре продвижение иракской армии было небольшим. Основной задачей на этих направлениях было обеспечить безопасность приграничной иракской территории от возможных ответных действий Ирана. Основной удар Ирак нанес на южном участке. Именно здесь на протяжении основной части войны шли наиболее интенсивные боевые действия. Одновременно с вторжением Ирак начал бомбардировку крупных иранских городов, в том числе Тегерана. Спустя неделю после вторжения Саддам Хусейн остановил наступление своих войск и выразил свою готовность начать переговоры о мире. Однако Тегеран не согласился на прекращение огня. В начале войны иракские силы вторжения имели определенное преимущество за счет фактора неожиданности и численного превосходства, имевшего наибольшее значение на южном участке, в Хузестане, где пяти иракским дивизиям противостояла всего лишь одна иранская. За 10 дней боев иранские войска были отброшены на 40 километров вглубь своей территории. Иракское руководство сделало ставку на кратковременную кампанию. К ЕГЭ по истории теперь можно готовиться бесплатно. Эпоха ЕГЭ. Образовательный канал, помогающий школьникам сдать ЕГЭ по истории. Особое внимание на канале уделено работе с исторической картой. Это очень важная часть подготовки. Сложность ЕГЭ в том, что де-факто ЕГЭ по истории выходит за рамки школьной программы, а на канале все видео заточены в первую очередь на логику от составителей ЕГЭ. Короткие видосики по историческим картам – это очень удобно и для изучения, и для повторения. Исторические карты и задания по культуре – это огромная головная боль многих учеников, готовящихся к ЕГЭ. Но чем больше через ученика пройдет правильных и актуальных карт, тем выше вероятность хороших результатов. Создатель канала – профессиональный репетитор. Его ученики писали ЕГЭ и на 80+, и на 90+. Автор канала в силу своей профессии всегда в курсе всех последних изменений ЕГЭ. Подписывайтесь на канал по ссылке в описании. Согласно захваченным иранцами документам, планировалось установить контроль над всеми крупными городами Хузестана в течение двух недель. Была надежда на то, что иракские войска встретят поддержку со стороны местного арабского населения, а утрата нефтяносной провинции приведет к дестабилизации обстановки в стране, после чего иранское правительство будет вынуждено отказаться от поддержки шиитской оппозиции в Ираке. Эти расчеты не оправдались. Войну планировалось закончить к празднику Курбан-Байрам, 20 октября. Иранская армия была серьезно ослаблена репрессиями, последовавшими за Исламской революцией, а ополчение корпуса стражей Исламской революции еще не было достаточно многочисленным. Разрыв отношений с США привел к нехватке запчастей для бронетехники и авиации, что серьезно ограничивало военные возможности Ирана. Однако медлительность иракцев позволила иранскому правительству провести мобилизацию и перебросить на фон подкрепления, уравнявшие силы сторон. Кроме того, иракская армия оказалась не готова к тому сопротивлению, с каким она столкнулась. Для взятия Хор-Эб-Шехра, находящегося у самой границы, иракцам потребовался месяц, при этом в ожесточенных уличных боях они понесли ощутимые потери. Город пал в конце октября, что стало единственной крупной победой иракцев на раннем этапе войны. Соседний Абадан взят не был. Иракская армия начала действия по его блокированию лишь в середине октября, а к тому моменту, когда город был полностью осажден, иранцы успели перебросить в него достаточные для долговременной обороны силы. Иракские войска овладели городами Каср-Эширин, Нефт-Шах, Мехран, Бостон и Хор-Эм-Шехр, а также блокировали Абадан. Несмотря на беспорядки в стране, иранское руководство удержалось у власти. В начале сентября 1981 года иранцы развернули крупное наступление, преуспев в создании у противника впечатление, что целью атаки является Басра, но основной удар был нанесен не по Басре, а по иракским войскам, обеспечивавшим блокаду Абадана с востока. Сражение продолжалось с 26 по 29 сентября. Абадан был разблокирован, и это стало первой серьезной победой Ирана. В 1981 году Ирак получил неожиданный удар с запада. 7 июня израильская авиация бомбовым ударом уничтожила ядерный центр, расположенный в нескольких километрах от Багдада. Во второй половине 1981 года стратегическая инициатива перешла к Ирану. А уже в марте-мая 1982 года в результате двух крупных иранских наступлений иракская армия понесла тяжелые потери. В результате одного из этих наступлений, операции «Иерусалим», 24 мая был освобожден Хорем Шехр. В ночь на 14 июля 1982 года иранская армия начала вторжение в Ирак, коренным образом изменив ход войны. С середины 1982 по 1987 год Иран предпринял многочисленные наступления, пытаясь захватить Басру, главный морской порт Ирака, населенный преимущественно шиитами. Максимально мобилизировав экономику и использовав фактор международной изоляции Ирана, Ирак в апреле-июне 1988 года провел ряд успешных наступлений, не только полностью освободив свою территорию от присутствия иранской армии, но и вновь вторгнувшись на территорию противника. Видя дальнейшую бесперспективность войны, Айатолла Хомейни 17 июля согласился на перемирие, вступившее в силу 20 августа 1988 года. Итоги войны Ирано-иракская война завершилась без убедительной победы для одной из сторон, хотя обе заявили о своем военном триумфе. Экономический ущерб от боевых действий для Ирака и Ирана оценивался в 350 миллиардов долларов. За восемь лет войны Иран, по различным данным, потерял 188 тысяч человек. А для Ирака последствия войны оказались гораздо более тяжелыми. Война привела к появлению у Ирака значительной задолженности ряду арабских стран. Когда в 2003 году американцы начали операцию против Ирака, захватили его и свергли Саддама Хусейна, то в Иране это было встречено с радостью. Ну а на этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии из пяти любых слов, ну а также у меня есть реквизиты для пожертвований. Если вам не жалко, если вам понравилось видео, и если у вас есть лишняя монета, то мне будет очень приятно что-то получить. Заранее вам спасибо. До скорого!